Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Еще раз добрый день, дорогие друзья. У нас в эфире неполиткорректное шоу Сергея Зацепина. Его ведущий я, Анатолий Червец. Его участники, все вы, которые позвоните по нашему номеру телефона в студии 847-400-5200. Ну или, конечно же, если вы выйдете на наш веб-сайт radio-nvc.com. Наш канал в YouTube Radio NVC. Ну и наша страничка Facebook, также Radio NVC. Ну и я думаю, что нас слушают на нашем радио в Портленде, 10.10.am. Всем добрый день, всем привет. Надеюсь, у вас пока что день проходит нормально. У некоторых он уже, наверное, прошел. Люди, которые живут в Израиле, в Европе, там уже вечер. Ну, а некоторые, которые живут на западном побережье, у них день вроде бы как бы в самом разгаре. И поэтому всем привет. Давайте будем общаться. 847-400-5200. И сегодня тему, которую я бы хотел обсудить, это, конечно же, продолжение эпопеи с репорта Маллера, продолжение того, что происходит сейчас в Конгрессе США. И, ну, в общем, вот эта вся так называемая вакханалия, которая принимает или имеет место быть. Ну и, конечно же, если у вас есть какие-то другие предложения, какие-то другие темы, которые вы хотите обсудить, пожалуйста, мы всегда открыты к любым мнениям и предложениям. Главное, чтобы эти мнения бы высказывались в корректной форме. Поэтому еще раз 847-400-5200. Ну, а мы начинаем. Итак, так как все мы хорошо знаем, все вы хорошо знаете, то, что, ну, вот сейчас ожидается все-таки от нашего генерального прокурора выдать на гора тот репорт, который он получил от специального прокурора Маллера. Вот у нас уже есть телефонный звонок. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам, скажем так, небольшая просьба. Могли бы вы пригласить к тебе в эфир Ольгу Тайц? Вы, наверное, слухали о ней. Она вела много лет расследование по поводу того, что Обама якобы родился не в Соединенных Штатах, а в Кении. И о том, что он учился как иностранный студент и получал стипендии в нашем коммунистическом университете. И она много подала иск в малые суды и всегда ее игнорировали. Затем она последний иск подала в Верховный суд, но уже более там 8 лет этот иск лежит на полке. Могли бы вы ее пригласить? Я не знаю, спасибо вам большое. Я не знаю, наверное, если у нее есть на то время, пожалуйста, мы бы ее с удовольствием пригласили. То есть я, конечно же, поговорю с Сергеем, и мы обязательно этот вопрос обсудим. Такой вопрос, то есть то, что касается самого Обамы и его деятельности, это, я думаю, останется актуальным на века. Ну, а пока мы продолжим. Значит, так как мы все ожидаем вот этот репорт, и, скорее всего, что не получат демократы сатисфакцию от этого репорта. Почему? Потому что, чтобы там в этом репорте не оказалось, это все равно уже будет не то, что они ожидали. Там не будет никаких обвинений в Калужин, там не будет никаких обвинений в препятствии правосудию. Откуда мы это знаем? Ну, хотя бы потому, что не было предложено никаких обвинений никому, ни в администрации Трампа, ни самому Трампу по этим причинам. Поэтому мы уже знаем, что демократы, конечно же, это не воспринимают или не воспринимают за правду. Поэтому, чтобы, то есть разговор идет какой? Чтобы не выдал на гора генеральный прокурор Бар, все равно это по-любому не успокоит демократов. Причем, самое интересное, ну, вы знаете, что они требуют выдачи полностью всего репорта. Это все равно, что они бы потребовали от бара, допустим, да, разгласить тайну между клиентом и его адвокатом. Это все равно, что заставить духовное лицо разгласить тайну исповеди, ну и так далее. То есть, это не громкие слова, это действительно так. То есть, есть закон, который запрещает генеральному прокурору открывать полностью расследование спецпрокуроров, независимых прокуроров и так далее. В том случае, то есть, кому бы то ни было. Неважно, это Конгресс, это Сенат, кто бы это ни был. Поэтому, то, что требуют сейчас демократы в Конгрессе, это, ну, это абсолютная глупость, будем говорить так. Но они будут вот эту корову доить до тех пор, пока либо она не сдохнет, либо, ну, с ними что-то не случится. Они будут постоянно доить вот эту вот корову. Но, так как молоко этой коровы потихонечку начинает иссякать, а поддерживать вот этот дух антитрамповский, дух антиамериканский нужно чем-то. Ну, вот сейчас у нас появилась новая ситуация. Теперь финансовый комитет Конгресса и палата, я даже не знаю, как их называю, Ways and Means, ну, в общем, будем ее называть финансовым комитетом по-русски. А вот они сейчас затребовали все-таки от Трампа показаний, то есть его АРС налоговые декларации за последние шесть лет. Трамп над этим немножко так в его стиле сарказма посмеялся, сказал, о, всего шесть, а они просили, раньше просили десять, наверное, они потихонечку начинают сдаваться. Нет, они не начинают сдаваться, они не сдадутся. Но самое интересное то, что, опять же, то, что они сейчас пытаются заполучить от Трампа, фактически на это закона нет. То есть их утверждение, их, я имею в виду, демократов, о том, что вот перед Трампом все президенты открывали, вскрывали свои налоговые декларации. Вы понимаете, есть большая разница между тем, чтобы добровольно предоставить свою налоговую декларацию, или между тем, чтобы заставить человека это вскрыть. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы бы привести хоть один пример, что демократы вообще делают полезного и правильного, хорошего для страны, кроме того, чтобы препятствовать Трампу и воевать с Трампами, и стать у него каких-то там чердейших. Блох. Спасибо большое. Ну, давайте сразу я отвечу на вопрос, не откладывая в долгий ящик ничего. То есть, если вы, кстати, вы затронули интересную тему, я ее собирался потом развить, но давайте мы ее сейчас попытаемся быстренько развить. Значит, что делают демократы, кроме того, что ищут блог в администрации Трампа и, ну, на теле самого Трампа? Конечно же, они не делают ничего, кроме этого. У них, вы понимаете, у них нет никаких реальных предложений, у них нет никакой реальной программы, у них нет никаких реальных планов для страны на любое будущее, ближайшее или дальнее и так далее. Почему? Потому что их единственный план сегодня, это вот, знаете, как говорят, а мы умеем, допустим, там, жевать и ходить одновременно. Ну, многие люди умеют, ходят на ходу, жуют бутерброды. Так вот, почему-то демократы решили, что они это не умеют. Они умеют только либо жевать бутерброд, то есть, расследовать Трампа, либо что-то предлагать. Ну, вот пока они не исполняют свое желание по отношению к Трампу, они дальше никуда не пойдут. Добрый день, вы в эфире. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Я хочу, джентльмены, войти в ваш разговор и разградить вам, что демократы делают. Меня зовут Майя, я живу в Ниджерси. Я голосовала за Трампа. В основном у нас голосовали за демократа. Но я голосовала за Трампа. И несколько человек из наших двух домов, 20-этажного и 11-этажного, они вообще не голосовали. Нам срезали в декабре месяце фудстенпли. Было 170, стало 47. Так. Выключите, пожалуйста, ваше радио. Вам будет легче со мной говорить, потому что вы слышите себя и радио на временах. Спасибо. Так, вам срезали фудстенпли. И нам срезали фудстенпли, объясняя тем, что мы раньше платили 16 долларов за кондиционер, а теперь мы не платим. С марта 2016 года. Нас срезали 123 фудстенпли у нас с мужем. И с 8-го этажа одной американки пожилой срезали 120 фудстенпли, хотя у меня платили за кондиционер всего 8 долларов. Так. И я считаю, что почему-то демократически записанные мои соседи, на них это не распространялось, правило. Они тоже перестали платить 16 долларов на фудстенпли, у них никто не забирал. Это интересно. Честно, я не могу это прокомментировать по одной причине. Я не знаю, что действительно произошло или почему тут урезали, там не урезали. Конечно, если они это сделали, это вопиющее против незакония или беззакония. Но, что я могу вам сказать? Добро пожаловать в мир демократии. Кстати, а где в Ниджерси вы живете, если не секрет? Не секрет, в Клиссет-Парке. Ага, окей. Ну, я, когда приехал сюда в Америку, я полтора года жил в Асбори-парке, поэтому я спросил. Асбори-парк в Ниджерси? В этом с Портом Ли. Да, да, да. А, в Портом Ли, в Манхэттене. Я знаю четко, где это. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, вот видите, вот вам, пожалуйста, пример. Не знаю, что там происходит, почему это сделали, но, тем не менее. Значит, демократы поставили себе целью только одно. Они понимают, что они победить Трампа не могут. Поэтому у них есть только один путь как-то вернуться в политику. Я имею в виду в большую политику, это либо сделать то, что они пытались сделать два года, то есть найти какую-то причину для того, чтобы его снять с должности президента, вплоть до того, что они даже искали, пытались найти пути, признать, то есть воспользоваться 25-й поправкой, то есть признать его недееспособным. И те люди, которые постоянно следят за тем, что происходит, ну, вот начиная с выборов и вот заканчивая инаугурацией или заканчивая сегодняшним днем, знают, что демократы предприняли все попытки призвать карманных, так называемых, психологов, психиатров, которые писали статьи, которые выставляли диагнозы, не зная Трампа, не видя его, не опрашивая его, но тем не менее они почему-то не гнушались поставить диагноз заочно, что он такой, он сякой, он там, в общем, короче говоря, недееспособен. У них это ничего не получилось, тогда они начали, то есть одновременно они начали расследование того, что происходило с Трампом, но опять же надеялись на то, что что-нибудь Малер все-таки накопает. Хотя те, которые поближе к кормушке, прошу прощения, демократической, те прекрасно знали, что Малер ничего накопать не может, но им это давало время, по крайней мере, вот поддерживать вот это общественное мнение о том, что Трамп это негодяй, изменник Родины и так далее. Ну и вот сейчас, наконец-то, они получили, Малер закончил свое исследование, конечно же, они не получили того, чего они хотели, а как-то продолжать вот это сумасшествие надо, давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Натурин, здравствуйте. Я просто хотел, вот я слышал, сейчас хотел дать короткий, возможно, совет, вот ты женщину звонила, там, не учишься что-то? Да-да, да. Да, что в лучшем случае, в такой ситуации, если там в такие выборы, говорят, лучше обратиться к сенатору, к своему, или кундермену. Ну да, да. В этом и в этом случае, потому что это единственное, что код как-то, возможно, может помочь, а иначе там не пробить. Вы знаете, я с вами полностью согласен, единственная проблема, как обычно, то есть, как показывает практика, и это не в обиду сказано пожилым людям, но в основном в своей массе пожилые люди даже не знают, где находится какой-либо... По крайней мере, они знают, где у них есть свои общинные центры, а общинные центры знают уже, кто и кому там не надлежит. Ну, это замечательный вопрос, поэтому это действительно стоит, если, то есть, опять же, я не знаю, что там произошло, у нас в штате тоже сумасшедший дом происходит, мы только сегодня разговаривали... Да, о делах наших скорбных. Да, о делах наших скорбных, поэтому у нас тоже какой-то идиотизм происходит, и, честно, никто, сам штат не может на это ничего ответить. Поэтому, ну, будем надеяться, что что-то все-таки выяснится. Спасибо огромное. Кривая вывезла, да? Да, 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 что-то... Что-то будет. Да, спасибо большое. Ну, ну... Так вот, теперь, запросив вот эти налоговые декларации, ну, я надеюсь, что я ответил на вопрос нашего первого девослушателя, который спросил, чем же все-таки занимаются демократы, они не занимаются ничем, у них нет ничего, что они сегодня могут предложить даже своей базе. Почему? Потому что вот точно так же, как нас, я имею в виду, республиканцев, консерваторов, все-таки приверженцев Трампа, точно так же, как нас обвиняют в том, что мы себе создали кумира и следуем его доктрине, ну, по крайней мере, он пытается что-то сделать для нашей страны. Так вот, демократы не могут ничего даже этого предложить, хотя они постоянно пытаются уколоть Трампа и его администрацию вопросом, ну, а что они предложат, а что они ничего не могут сделать, а они... Да, к сожалению, у нас так получилось, что республиканская партия настолько расколота, что, конечно, ничего невозможно сделать, даже имея большинство вот первые два года. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, я не сначала слушаю, скажите, вы затронете тему Венециэлы, не может ли превратиться, 6 число приближается, Венециэла в Карибский кризис, если можете, есть возможность у вас осветить этот вопрос. Конечно, спасибо большое. Я его прямо сейчас вам скажу, потому что тут ответ короткий. Не может ли это превратиться в кубинский кризис? Нет, не может, по одной простой причине, потому что вы не можете сегодня сравнивать ту мощь, которую из себя представлял Советский Союз, с которой все считались, которую все, ну, по крайней мере, если не боялись, то, ну, осторожно себя вели. С тем абсолютным упадническим состоянием России, в котором она находится сегодня, и если убрать всю эту браваду, которую российские элиты во главе с Путиным пытаются всему миру доказать, знаете, как говорят, вот почему Россия постоянно пугает свое население Америкой, Америкой, и почему Америка вообще не пугает свое население России. Объясню, почему. Это пример двух собачек. Собачка, которая маленькая, она гавкает постоянно. Собака, которая большая и в себе уверена, ей гавкать не нужно. Ее вид внушает уже уважение у посторонних, либо собак, либо людей. А вот такая маленькая шавка, которая постоянно должна гавкать, ну, в надежде на то, что кто-то ее испугается. Так вот, вот это примерно такого рода сравнение. Поэтому, кубинский кризис, конечно же, нет, потому что то, что Россия там бравирует и кичится, и да, у них, конечно же, есть свой финансовый интерес в Венесуэле. Они, если верить их утверждениям, давайте говорить так, они там вложили около 17 миллиардов долларов в развитие, ну, по крайней мере, не в развитие, а вложили деньги в венесуэльское правительство. Не понимаю надежды на что, наверное, в надежде на то, чтобы получить нефть, которую владеет Венесуэлла. Вот. Но вы понимаете, то, что они сейчас направили туда самолет с какими-то непонятными человечками, с какими-то, там, вопрос, а сколько было человек в самолете? Да какая разница, сколько было человек в самолете? Ну, прилетели они туда. Дальше что? Они что, пойдут сейчас, что, свергать Гуидо? Нет. Почему? Потому что, ну, они в лучшем случае могут, как они кричат, мы поддержим демократию в Венесуэле и будем голосовать за Мадуро. Вы понимаете, против Мадуро такое количество стран, которые немножко посерьезнее, чем Россия на сегодняшний день. Опять же, забудем про то, что у России сумасшедший ядерный потенциал. Забудем про это. Объясню почему. Никто из-за Венесуэлы ядерную войну устраивать не будет. Понимаете? Никто. Венесуэла это вообще, это, ну, просто пятно на карте. И если вы боитесь того, что Россия пойдет на какую-то стычку с Америкой, ради Венесуэлы, конечно же, такого не будет. А вот тот кризис, который вы называли кубинским, то есть там, где Хрущев пытался поставить ракеты на Кубе, опять же, вы понимаете, на тот момент это были совсем другие отношения, это были совсем другие, совсем другой расклад сил и так далее. Поэтому, нет, я не считаю, что это будет еще один кубинский кризис. То, что творится в Венесуэле, это действительно просто гуманитарный кризис, где нужно что-то решать. И Мадуро этот кризис не решит. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день, уважаемый. Я бы хотела вас спросить насчет, на Кавказе этот бандит Путин ввел войска в Ингушетию. И что там творится, вы в курсе дела, может быть, что-то объясните. Спасибо вам. Спасибо большое. Как говорит сам господин Путин, они пытаются решить вопрос Нагорного Карабаха, Армении, ну и вот этого региона. Как он собирается решать вопрос, этот я не представляю. Он там разговаривает вроде бы с президентом Азербайджана, он разговаривает с президентом, новоиспеченным президентом Казахстана. Она пытается, я не знаю, честно, вот вы знаете, я вам скажу такую вещь абсолютно откровенно. Те тараканы, которые водятся в голове у Путина, ни в одну нормальную голову, вот здоровую голову, они не уложатся. Они не выживут в нормальной здоровой голове у любого нормального человека. Поэтому пытаться разобраться вот с теми тараканами, которые у него в голове, игру, которую он играет, ну не знаю, не знаю, его швыряет вот чисто как, знаете, раздолбанный двигатель. У него эти пистоны летят в разные стороны. То он пытается на Украине, то он пытается на Кавказе, то он пытается в Венесуэле, то он пытается, что он пытается сделать, чем он собирается это все оплачивать, как он собирается вот это все, там он в Сирии, там он в Турции, вы понимаете, поэтому, что происходит на Кавказе, вот это то, что сейчас он пытается сделать, он якобы пытается решить вопрос Нагорного Карабаха раз и навсегда. Как он это решит, без понятия, потому что ни одна, ни вторая стороны не хотят мириться с тем, что у него есть. Давайте мы сейчас прервемся на рекламную паузу и обязательно продолжим. Оставайтесь с нами.